Движемся дальше Сегодня батл Евгения Чурсина и Степана Федорова Женька вы все знаете Он очень давно катается в городе Калуг Один из сильнейших райдеров И вот такой универсальный И в роще там он фигачит И по стриту гоняет И порой так на шарике едет Мэнл делает какую-нибудь комбинацию Полчаса, а то и больше Все уже домой собираются А Женек все это делает Комбинацию двигается задом наперед Делает он это на высочайшем уровне Не всегда стабильно Очень порой бывает Сильно у него зависит от настроения Может какой-то трюк не получится И он просто бросает велосипед в урну Буквально так и было И уходит домой Чем закончится сегодняшний батл Мне даже страшно представить Либо велосипед отправится куда-нибудь в далекий чулан Либо Женек просто с триумфом пройдет Следующую статью нашего батла А Степан Федоров совершенно другой подход Более стабильный На него мало что-то может повлиять Трюки он штампует раз за разом Получается, не получается Он на верном пути идет к своей победе Вот и посмотрим, куда он сегодня придет Все, погнали смотреть батл Будет интересно Сложный трюк, непростой И очень коварный какой-то такой Потому что можно зацепить передним колесом И фронтуху дать вперед Он решил сам оликовидироваться Это Евгений Чурсен Ядронка Чарэга Анкл Степ Круто Если делает, делает красиво Ну что, универсальный солдат Евгений Чурсен С прекрасной прической Приветствую тебя Как твое здоровье? Потому что вот за день до байка Ты написал, что у тебя температура Возможно, не сможешь участвовать Как ты сейчас себя чувствуешь? Ну да, чуточку прихворал Но в принципе сейчас вроде бы все нормально Ну и сразу Потому что иногда так прихожу Смотрю на твою раскатку Последние две недели Много падений Много неполучившихся трюков Как сейчас, вот конкретно сегодня За пару часов до геймов байка Ты раскатывался? Как стабильно все? Ну так, в принципе Все, что хотел, вспомнил Посмотрел на Степана Уже примерно знаю, что меня ждет Свои там стильные замуты есть Интересное катание А тогда о твоих замутах Вообще, что предпочитаешь? Гринды или полеты? Потому что ты универсальный солдат Как я это уже сказал Что тебе больше в кайф? А, по настроению Бывает одно, бывает другое Да, какой твой сигначит трюк Твой коронный трюк Или самый любимый трюк Какой тебе больше всего нравится? Последнее время вообще По кайфу делать вип-кватере Вот когда не ошибаешься Делаешь его прям четко Прям приятно Уезжать с него Мне вот очень интересно Будет ли сегодня сальтуха от тебя Потому что ты владеешь этим трюком Здесь ты уже делал Будет сегодня? Ну, сальтуху я последнее время делаю Чисто вот раз в год Когда припрет То есть я ее делал На прошлом геймов байке Ты помнишь уже Вот, вот прошел Не знаю, вот Если прям Прям настрой будет хороший То возможно Ну, Женек Ну, я тогда желаю тебе Хорошего настроя И надеюсь, что сальтушечку Мы от тебя сегодня увидим Федоров Степан Здание Кейс степ бай степ Степыч, привет Че, как настрой твой? Че в жизни происходит? Че-нибудь расскажи Все хорошо Готовился к соревнованиям? Ну, я позавтракал сегодня Это, можно сказать, подготовка Это уже очень важно Согласен Что завтракал? Сухарики с яблуком Так, себе подготовочка Степчик Ну, что поделать? У тебя на прошлом нашем проекте Локдаун баттли Такой, мне кажется Очень фановый настрой Да, был Ты чисто зашел сюда больше Просто покататься Да, там Поугарать где-то местами А в этом проекте Вот в этом геймов байке Как у тебя настроишь Что-то изменив Потому что призовой фонд У нас тут намного выше Как минимум Это за первое место 20 тысяч рублей Настрой такой же Только я еще меньше кататься стал Почему? Учеба, да, многое? Ну, учеба, работа Вся фигня такая Ну, а сейчас в какой форме подошел Раскат на полюмене? Ну, не особо Ну, нормально, пойдет Какой тогда тебе такой же вопрос Какой у тебя сигначит-трюк? Какой ты свой трюк считаешь Самым мощным? Или самым любимым? Дабл флип Дабл флип Вот это увидим сегодня Или фанбок слишком мало? Блин, ну, думаю Не сегодня Если что, в спайне делай В спайне? Больше шансов докрутить Я думал в этом Кодры Да, да, да Или дропвинт флип Нет, просто Все, ладно Давай, погнали Желаю удачи Евгений Чурсин выбрал Козельск У Степана, соответственно, десяточка Подкидываем монетку И узнаем, кто начинает первым Десяточка начинает степ-бай-степ Степан Какой трюк будешь задавать? Пятал Котор Стенд Угу Угу Да По-любому Е-бой Смотрим Степ-бай-степ уже на старте Готовится задать первый трюк Смотрим за исполнением Вот по оперу на разгончик Красиво перемещается степ, еще надо сказать Сейчас посмотрим за исполнением этого трюка Оп 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 Вот это я такое от него вижу первый раз Анкл степ Круто Женех, ты вообще видел, что это такое? Я вот от него такое до этого не видел Я сейчас тоже как-то не ожидал Управишься с такой дичью? Придется пробовать Конечно, надо пробовать Надо не только пробовать, а еще и сделать Так, первая попытка Женька Ой-ой-ой Тут очень далеко Там Степан что-то подсказывает Дает какие-то советы Женек пока что-то пытается понять Что вообще нужно Что это за трюк И с чем его делают А делают его с колесом и педалью На столе квотер-пайпа Вот это не ожидали Стоял полчаса, что-то вымерял Вымерял Потом решил самолековидироваться Это Евгений Чурсен Е forn Женек, ну что-то стоял Думал-думал а потом просто решил самоуничтожиться. Чё-нибудь понял там, пока я стоял? Ни хрена, ни хрена не понял. Ну будешь пробовать, вторая попытка тут у тебя есть? Попробую. Попробует, сказал, смотрим. О, ах, пега. Предательски встал пега. Люк не может быть засчитан. Счёт 1-0, впереди степ-бай-степ. Загадываю с фуджема, сойти в радиус. Степать что, решил? Ещё раз попробовать. Малеган? Да. Дядя степ берёт Малеган! Неверализован Малеган, счёт 1-1, вот переходит к степ-бай-степу. Степан сдаёт какой-то новый трюк, который является по совместительству его сигначи-трюком. И название ему... Без названия. Нет, без названия трюк не может быть. Мы сейчас проконсультировались, открыли Википедию, там написано ТЕРЧПОНЬК, ядронный кочерыга. Первый в мире делает это степ-бай-степ на нашем квотер-пайпе. Короче, смысл такой. Сейчас вылетает в том огромном квотере, бам, задним колесом, об стол, и туда впрыгивает. Мне больше всего сейчас страшно, что Евгений Чурсинаевичу решится это пробовать, будет просто майт-блоуин. Итак, степ-байп на разгончике. Попёр через весь скейт-парк разгоняется, чтобы сделать ТЕРЧПОНЬК. Через фан-боксик на спайне. Отлично. И... Ой, а вот и не было ТЕРЧПОНЬКа! Не было ТЕРЧПОНЬК! Степ-степ-бай-степ-байп-степ-байп обычно это очень стабильный трюк, но не сегодня, ребята. Нервы-нервы экстрим. У тебя есть возможность сейчас вырваться в лидеры. Что это будет за трюк? Это будет вот здесь на столике 180 акселерейт на дизастро. Оу, щит. Евгений уже на разгончике, в квотере разворачивается. Ван-энти акселерейт! Оу-оу-оу! Счёт сохраняется 1-1. Телотник ровненько, степ-степ-степ, что сдаём? То же самое. Вон там. ТЕРЧПОНЬК? Йеп. Йеп-бой! Так, вторая попытка степа добрать этот новый трюк. Хорошо, прикатан, видно степ-кварку. А вот... Да, да, на этот раз... Ну, суди, на всякий случай спрашиваю, потому что трюк-то такой интересный. Чпоинг был. Первый раз просто проеду, посмотрю, как оно. Второй раз уже буду делать. По-другому никак. Даже если ты проедешь, сейчас первый раз это будет запахнуть. Я знаю, да. Первое предстрелочное, примерочное уявление. И далеко от выполненного трюка. Надеюсь, сейчас что-нибудь он понял с этой первой попытки. Со второй попробует нажать. Так, готовится, собирается. И вот вторая попытка. И уже ближе был к коупингу, но чпонька не случилось. Зато на спане чуть было-не было. Дабл-пэк квотер, лаки, дабл-пэк фейки 90. Такой сейчас триал на коупинге будет от Евгения Чурсина. Дабл-пэк. И потерял на колесе. И не справляется с нервами. То же самое, что и там, но передним и в этом квотере. Передним колесом? Да. Какой-то неведомый мне ранее трюк. Сейчас будет 5 степ исполнять. Ух ты, ё-моё, а исполнил! Взял и исполнил! Как тебе это вообще в голову-то пришло? Ну я просто прыгал и решил прыгать с этой штукой. Правильно? Лучше прыгать с этой штукой, чем без этой штуки. По крайней мере, на геймах-байке в нашем формате это гораздо эффективнее. Сложный трюк, непростой и очень коварный какой-то такой, потому что можно зацепить передним колесом и фронтуку дать вперёд. Очень-очень-очень опасно. Первая попытка совсем не то, не зашло, но сейчас какие-то коллективы внесли, все тут помогают Джиньку и надеюсь, сейчас всё получится. О-о-о-о! Во-о-о! Итак, возможно, это сейчас будет «Маллиган», потому что это супер близко было. Джинёк? Думаю, надо брать. Попробую. спанул задним колесом и трюк не засчитан сдаю тот же трюк дабл пэк, лаки, дабл пэк, фейки, опозит 90 окей смотрим дабл пэк есть, лаки есть, дабл пэк есть, фейки да нет, свою дивизию, блять, все сделал там супер этот триал на пэках, лаки, хренаки, 90 фейки и не умеет выходить из фейки, what the fuck, мэнчик обидно на самом деле, потому что интрига пропадает и трюк интересный был, ну или барху падали трюк защитный, сейчас Евгения две попытки, чтобы дожать этот трюк, трюк такой непростой, не совсем, не совсем трюки Евгения ноли было, пытался примериться, но не закрутил пока что есть, стараются, второй надо по-любому сейчас крутить брать, просто делать и уезжать ноли бар на волевых и на мэну ли попер, но к сожалению потерял равновесие и трюк не засчитан Женек, на счет уже такой серьезно угрожаешь, тут надо мобилизоваться, да и что-то все-таки задать в любом либо вип в квотере, либо ничего я выбираю вип в квотере и зрители думаю меня поддержат Степчик, как у тебя свои памятники? Плохо Проводим? Ну, попытка не пытка Попытка не пытка, ну посмотрим сейчас, пытка или не пытка А вот и первая попытка, дядь Степа Больше на пытку я, честно, похоже очень далеко от випа, не знаю Степчик, далековато немножко, да? Ну так, молясь Ну и вторую молясь Да сделай дядю Степ Телли и вк и вк, 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 вк! Давайте ваннедит и фейки кранк Отсюда, со стола в радиус 180 едешь до квотера кранк-флип Да Ебой, желаю удачи 180, вот такие стритовые движения, фейки отлично, крэнк не заходит, не заходит. Очень уверенная 180, фейки просто идеальны, как по рельсам, но с крэнкфлипом, очевидно, какие-то проблемы у степа байт степа, посмотрим, какие будут дела дальше. Раз у меня с кручениями рамы нормально идет, задаю фуджимбит в приземлении, то есть на наклонке. Вот там у нас сидит специалист по этим трюкам Юрия Олейник. Если делает, делает красиво, если не делает. Вот такая интересная теорема от Юрия Олейник. Повторяю предыдущую попытку. Ванэнти, фейки, крэнк. Вплазскач сзади ему улетел и равновесие потерял. Трюк не задан. Недолго думая, сдаю то же самое. Очень надеемся, что со второй попытки сейчас уже никак все получится. Ход переходит опять к степу и степ задает. Застар, на ванэнте вверх. Интересные такие креативные движения, а-ля Серега Кузнецов. Он, мне кажется, заценит. Степан сегодня для меня просто с новой стороны открывается, сделает трюк, который я никогда в жизни от него не видел. Итак, первая попытка Женька. У него будет их всего три. Мне кажется, много ходов, как думаешь, где? Не, ходов нормальные. Как ощущения-то вообще реально? 50-50. Везде работает теорема Вавилова-Павла. На вторую попытку отправляется Женек. И третья заключительная попытка у Евгения Чурсина. Дизастер. 180. Ну, это игра, ребят, это игра. В любом случае, всегда из этой игры выходит кто-то один победитель. И в этот раз это степ-бай-степ, с чем мы его и поздравляем. Женек, во-первых, Лан, спасибо. Потому что все равно было круто. Разные трюки, интересные трюки. Ну, на мой взгляд, не зашло как-то у тебя просто, да? Ну да. Типа свое, то, что более-менее нормально делаю, видимо, перенервничал, а к трюкам Степана был вообще не готов. Ну, это игра, такое бывает, как бы, да, свои не зашли. А Степан задавал, по-моему, очень какие-то коварные трюки. Они, может быть, несложные, но какие-то непонятные. Для меня они вообще неудобные. То есть, ну, чисто не мой стиль. Ну, Лебар только был близко, а так остальное как-то хрен знает. На кого ставишь вот так вот, кто остался в турнире таблицы? Влад? По факту. Сложно с этим спорить. Женек, спасибо еще раз. Если он соберется с тобой, ну, как бы, ну, у него вроде с этим всегда нормально. У него с этим проблем, да, нет. Интересно, ты, кстати, продумал такую, мне кажется, тактически ты грамотно подошел, в отличие от многих участников Game of Bike нашего турнира. Как ты до этого всего дошел-то вообще, как ты додумал себя? Потому что трюки, это вообще какие-то, которые я здесь не видел ни от кого никогда, и я от тебя тоже. Ну, во-первых, ну, я в фанбокс разучился прыгать. Это как компенсация того, что ты разучился прыгать в фанбокс, да? Не, ну, что-то делать же надо. Ну, я вот это делаю. Ну, прикольно, на самом деле, креативные, интересные трюки. Вообще, интересно было смотреть. Меня было очень интересно смотреть, то есть, что-то такое непредсказуемое. Интересно ты игру нам подарил. Выходишь ты на Никиту Коломойца, будешь готовиться к нему? Нет. Правильно. Ну, у тебя есть своя тактика, ты ее придержишься. Сегодня она сработала, надеюсь, так дальше и будет продолжаться. Спасибо, дядя Степ, еще раз победой.